Все, чем славится и гордится каждый регион, привезли в Тюмень. Сегодня в областном центре открылась выставка продажи продуктов питания, товаров для дома и сада, одежды и обуви. Так, например, к будущей зиме можно приобрести самокатные валенки из Чувашии или ямальские кисы. Ирина Шипилова узнала, как готовят деликатесы в Челябинске и шьют сумки в Санкт-Петербурге. Такой хрустальный звон бокалов – гордость отечественных производителей и лучшие доказательства качества товара. В Тюменский выставочный зал приехали 68 участников со всей России. Компании с историей, как Елецкая фабрика, выпускающая кружева уже 250 лет. И небольшие фирмы, как коллектив курганских дизайнеров. Их войлочными изделиями тюменцы интересуются активно. Ручная работа. Вещи очень теплые, утепленные. Зимний вариант есть. Носится великолепно. Женщине приносит радость. Краски очень насыщенные. Теплая одежда и обувь для мужчин и женщин теперь не только импортная. Из регионов России на выставку привезли лучшую продукцию из натуральных тканей и отечественного меха, подтвержденную сертификатами. Для живота здесь тоже праздник. От сладостей до пряностей. Частные подворья семьи Ивановых из Челябинска тоже впервые угощают тюменцев мясными деликатесами. Все вкусно, все натуральное, все свежайшее. Все приготовлено, вот только вчера приготовлено, сегодня привезлось и продается. Наша задача – привлечь как можно больше производителей и предприятий из разных регионов нашей страны. Для того, чтобы жители Тюмени познакомились с продукцией, например, из Оренбурга или с продукцией из Мордовии. То есть не все могут позволить себе туда приехать. А здесь вот мы на торговой площадке собираем представителей из различных городов. Выставка продажи продлится до воскресенья 30 октября. Ирина Шипилова, Александр Изосимов. Тюменское время.